Продолжение следует... Ну, звук плохой. У кого-то плохой звук, у кого-то не очень. Коллеги, у кого хороший звук, просто поставьте цифру 10. Ну, вот видите, то есть есть люди, у кого шестерки, есть у кого десятки, соответственно... Шают немного, потому что я нахожусь в зале, здесь есть достаточно большая акустика, да? Вот, и, конечно, оно не предназначено, возможно, для проведения таких мероприятий. Но, тем не менее, будем с вами разговаривать. Я вот сейчас буквально несколько слов скажу обо всем, о том, что здесь происходило, и потом мы с вами подойдем к нашему стенду, я переключу камеру, и вы пообщаетесь немножко с Кириллом Бадуровым, он даст свою оценку данного мероприятия. Вы знаете, что это руководитель адресных проектов группы компании Skyway. Те, кто не знали, да? Вот, таким вот образом. Фактически сегодня, сейчас уже завершается мероприятие под названием интервью транспортной системы России, и, наверное, оно тоже вписало в свою какую-то лету, внесло в лету, да, в развитие наших технологий, потому что все те мероприятия, которые прошли на протяжении последних полутора-двух лет, а вы знаете, все это началось с Кайферста Первого, потом у нас был Инотранс, потом у нас был Транспорт и логистика 2016 в Беларусь, город Минск, это октябрь месяц, там же был Белорусский энергетический и экологический форум, 23-й международный конгресс интервентуальных транспортных систем, который проходил в Мельбурне в октябре прошлого года, там тоже наша технология была поставлена. Далее, это было мероприятие в Москве, Транспорт России 2016. В 2017 году это были такие мероприятия, как RailwayTel 2017 в Индонезии, это Smart City в Индии с 10 по 12 мая. Ну, сейчас мероприятие, которое проходит здесь в Москве, и в принципе в ближайшее время, вы знаете, что группа компаний Skyway готовится к проведению мероприятия «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспорт и логистика 2017», который пройдет в октябре месяце, и там будет представлен новый образец подвижного состава, да, то есть сейчас силы тоже брошены в этом направлении, то есть, как мы уже говорили, я не знаю, есть ли здесь те, кто не слушал информацию вчера, либо первое наше включение, что мероприятие началось с отхода министра транспорта Российской Федерации всех экспонентов, здесь их всего на сегодняшний день было 8, да, ну, была, скажем так, довольно обширная программа общения в зале, где в Виктории был целый, да, очень много информации касаясь развития системы ГЛОНАСС, то есть, вы знаете, есть такая спутниковая система, которая, помимо того, что системы координат, там, GPS ваше местонахождение, то есть Россия, я сейчас пытаюсь провязать управление движением транспорта, то есть, скажем так, отражение информации, где кто-то находится, начинали там от скорой помощи автобусов со школьниками различных транспортных маршрутов внутри муниципалитетов, потому что, как будто так далее, так далее, там, с об этом все время договорились, ну, и здесь, как бы, представлены дистанции, как транспорт мановаться, я сейчас выключу, включу, скажем так, камеру, которая будет демонстрировать наш стенд, я сегодня уже заканчиваю вещание, получили, скажем так, достаточно большой объем информации, здесь брали интервью у Кирилла Багулина, вот, нам недавно перебросили видео, которое, я думаю, в новостях будет размещено в ближайшее время на сайте РСВС, соответствую, как в это время, на сайте Skyway Capital, вот, ну, сейчас, переключусь, и мы с вами немножко подойдем итоги тому, что вы, прошу Кирилла поделиться уровнями, отчетлениями, да, можете задать какие-то вопросы, но вопросы желательно задавать такие, не когда у нас кончится сертификация, да, вот, когда уже, скажем, наконец, мы получим сертификат, или что-то еще, то есть вы понимаете, как я уже говорил, все люди взрослые, этот процесс, это не пятиминутная работа, да, где, там, кто-то пришел, подмахнул какую-то бумагу, и так далее, мы хотим с вами получить четкие сертификаты на наш транспорт, чтобы мы могли его использовать в разных углоках земного шара, соответственно, мы с вами заинтересованы в том, чтобы испытания прошли максимально, там, в различных погодных условиях и так далее, чтобы были четко отработаны технические условия, мы используем наши транспортные системы в разных углоках земного шара, поэтому, я думаю, не беритесь терпением, и скоро мы к этому придем, я сейчас на время переключусь, я наберюсь то, что у нас есть помощник сегодня в комнате, который нажал кнопку записи, кстати, те, кто увидит, что моргает запись, вот, тщательно пишите, что у нас идет, как записывается весь процесс, сейчас вы видите наш стенд, вот, плазма, на которой демонстрируются ролики презентационные, да, то есть здесь литература, которую мы раздавали, это новый буклет, Кирилл Благолин, мы к нему скоро, буквально скоро подойдем, мы поговорим немножко, он расскажет свои впечатления и итоги выставки, ну, и вот так еще раз хочу показать вам, как выглядел этот форум, да, то есть рядом с нами находятся стенды коллег, которые представляли свои технологии, да, рассказывали о том, как улучшить транспорт, как улучшить, скажем так, систему безопасности управления движением и так далее, и так далее, ну, и вот так вот выглядит наш стенд, мы на нем работали два дня, и сейчас я подойду к Кириллу, и вот ему представится, Кирилл, у нас сейчас вредит какое-то количество людей, да, надо проделать, ну, так у нас бы, наверное, в том числе поделиться впечатлениям о таких двух днях, да, нужно встать, я вот сейчас Кирилла держу в фокусе, да, вот, и просьба просто поделиться о душе, что мы увидели, что мы представили, с кем мы общались, таков и тот, что это нам может дать, в таком ключе. Хорошо. Прошло два дня достаточно, интенсивно работают на выставке сельскохозяйственной ассоциации в России. Из основных результатов удалось сделать презентацию к инвестору транспорта, о чем уже было сообщено в наших новостях. Также получено много полезных контактов в сфере транспортной отрасли, в честь средств мастерной информации, в честь организаторов форумов и конференций, и все эти контакты будут использованы для дальнейшего подвижения нашего проекта в Российской Федерации. В настоящее время, получается, у нас ведутся приемочные испытания и сертификации гражданского состава, кроме того, мы работаем с и получили специальные технические услуги на наш транспорт, и после этого, после воплощения, после завершения этой работы, нужно будет говорить о контактивном введении нашего транспорта, и в целом, получается, очень позитивное впечатление, очень интересно, динамично, насыщенно, и в целом, здорово, почаще, мы такие мероприятия проходим. Да, лучшая шедовность, когда вы участвовали в этих мероприятиях и рассказывали, что наши технологии заинтересованы людям, причем не просто, скажем так, важно шляющимся к территории, а людям, имеющим конкретное отношение к транспортной отрасли, к развитию этого направления, произведительности человеку, и так далее. Ну, может быть, еще два слова, то есть, мы послушаем, что... Я еще добавлю один момент, вот по итогу к нам подошли организаторы конференции, предложили дать депутовое интервью, мы его сегодня записали, надеюсь, он тоже будет вложен в сход в наших новостях, но, что интересно, почему он на самом протеянии внимания, потому что мы та компания, или та сфера, которая действительно предлагает инновации, а не только какие-то, условно говоря, непонятные преимущества, вроде как Wi-Fi, то есть... Мы действительно предлагаем инновационный подход, чтобы кардинальность не улучшение, все более усугубляющейся ситуации в транспортной сфере и так далее, и так далее. И, получается, это видим не только мы, это видит также организация форума, и это очень приятно видеть, слушая. И коллеги по цеху, которые были рядом с нами здесь, то есть, в принципе, тоже довольно заинтересованы обширились с нами на тему струнного транспорта. Просто еще, не то чтобы условно, но в том году участвовали в Белорусской транспортной неделе, и, если не ошибаюсь, это будет новый годок, правильно? Да, в этом году мы все готовимся к Белорусской транспорте неделе, я тоже там буду принимать участие, и все сотрудники отдела адресных проектов, у нас здесь становится все больше, так что все будем работать на благо спектра. Вот если сейчас есть белорусы и меньшане у нас здесь в комнате, то есть, мотайте на нос, обязательно узнайте, когда, что будет приходить, и обязательно приходите, посмотрите на этот форум, да? С 3 по 5 октября. Вот, с 3 по 5 октября. А как же в Манеже там, да, на проспекте Победителей, в Манеже, сколько я знаю там, вот таким вот образом. Ну, в принципе, в целом, наверное, позитивно мы как-то довели, я не думаю, что огромное количество вопросов сейчас тут возникнет у нас в чате, я уже сказал, что, в принципе, вопросы по сертификации мы, наверное, ждем октября, там уже дальше будем смотреть, что мне предоставят, вот, ну, может быть, только пожелания какие-то, кроме строя сказывает спасать планету, наверное, есть что-то такое, что сказать, так, чтобы люди, так как у нас инвесторы наверняка из многих стран, то есть просто. Ну, как бы сказать, о чем я вот, скажем так, какая работа на благо проекта приносит мне удовольствие? Я желаю, чтобы вам всем это тоже приносило удовольствие. Очень хорошие пожелания, спасибо большое, Кирилл, действительно, друзья, если вы будете, на этом, наверное, закончим, Кирилл будет заниматься делами, вот, у меня буквально еще несколько минут, если вы будете нести информацию о развитии нашего проекта, примерно с тем, с частью того удовольствия, с которыми Кирилл отдается этой работе, я думаю, что у нас все будет успешно продвигаться, коллеги. Поэтому, еще буквально, может быть, несколько минут зовем, я вам хочу показать тем, кто не видел, что все представляет президент отель. Вот, кстати, был ли из вас кто-нибудь в этом здании в Москве. Если есть кто-то такой, поставьте, пожалуйста, прессу. Федор, вы знаете, ну, в принципе, нам легко судить, да, по поводу того, что принимает решение министр или нет, вы знаете, в любой стране на уровне министерства, так далее, решения о внедрении чего-то ни было, порой принимают даже не министры транспорта. Поэтому давайте не будем кого-то строго судить, вот. По поводу кто профессионал, не профессионал, тоже разберутся одному специально не тренированные люди. Я же вышел в холл в отеле, внизу вы видите лобби, там ресторан, и вот вчера проходила регистрация участников. Возле того стены нам выдали вот такие вот боджики, да, я вот сейчас вам покажу первым наградом, потому что он висит у меня на шее. Ну, и вот так вот выглядит стойка цифровая транспорта. Это как раз-таки посоздана ассоциация, о которой я рассказывал, да, и которая планирует с успехом продвигаться по территории Российской Федерации. Здесь зал, в котором проходили пленарные заседания и круглые столы, да, где люди делились результатами, скажем так, своих наработок и перспективами развития той или иной системы, связанной в первую очередь, наверное, с автомобильным транспортом, потому что, как я понял, на этой выставке касаемо РЖД практически вопросов не было. РЖД, она организовывает свои мероприятия. Кстати, если вы помните, форум «Инотранс», который проходил в Берлине, он в первую очередь был связан непосредственно с рельсовым транспортом, то есть там 90 с лишним процентов экспонентов, которые были, это в первую очередь были там железная дорога, метро, трамваи, и так далее, и так далее. Вот, коллеги, в этом светлом зале, в котором хорошая акустика, помните, вы говорили, что звук и так далее. Видите, у нас здесь купол и небо. К сожалению, сегодня нет солнца, поэтому небо сильно. Если у вас какие-то вопросы, может быть, не только по выставке, касаемо, не знаю, личного кабинета, еще каких-то вещей, сейчас, кстати, демонстрироваться ролики, которые не выложены были до этого нигде. На презентациях мы и будем показывать. Вот, мы же сейчас будем уже собираться, складываться. Видеоматериалы, которые были записаны, будут переданы в соответствующий отдел работающий с видеоинформацией, с фотографиями. Возможно, будут сделаны ролики. Вот, очень благодарны коллегам, которые работали рядом с нами. Были очень позитивные два дня, очень интересные. Поэтому, кто знает, в дальнейшем, может быть, будем очень тесно сотрудничать и развиваться вместе. Итак, друзья, есть ли какие-то вопросы к нам? Ну, точной информации я вам сейчас сказать не могу. С утра мы знаем, что ожидали приезда, поэтому по результатам, я думаю, то, что можно будет рассказать руководству нашей компании, информацию в новостном формате выложит. Поэтому давайте подождем. Я как бы не вправе, да, рассказывать то, чего я не видел. Я могу поделиться тем, что есть сейчас рядом со мной. То, что вы ждали, возможно, там сейчас все крутится, возможно, идет демонстрация там в технопарке и так далее. кроме виза-премьера вас еще что-то интересует? Вот тут кто-то, Светлана, ответил по поводу министра транспорта. Ну, было не так много времени, чтобы обойти, скажем так, в стенды в 8-м участников. Тем более, вы видели, в начале выступления на транспортной неделе, которая была в прошлом году, транспорт в России в 2016. Он порядка 5-6 минут был у нас на стенде и слушал подробную презентацию, видел действующие модели. Утрасль у него здоровая, если так, я его сейчас не оправдываю, министра транспорта в Российской Федерации, но происходит огромное количество событий, как положительных, так и негативных в этой сфере. Министр транспорта это не только автомобильные дороги, железные, это даже авиации. По башке он получил непосредственно за компанию Вимавиа, в которую я перемещался этим летом в Турцию обратно. Был осторожен, но мне повезло, а кому-то нет. Олег, по поводу первого адресного проекта в России, он появится именно в том месте, где будут наиболее заинтересованы в развитии нашей струнной технологии, нашего струнного транспорта. Поэтому сейчас, скажем так, гадать на кофейной гуще, кто быстрее кого опередит и где это будет применено, я, например, не буду. Я не футуролог, как некоторые коллеги, вот, и не футурист. Поэтому вы, я думаю, знаете одним из первых. Как только это будет ясно, в новостях будет рассказано про адресный проект. потенциальных предложений достаточно много вы знаете, да? От Бурятии, там, и Дюхидистана, Казахстан остального вы видели, Киркоск, тот же Ульяновск. Мы подходили представители Ульяновской администрации, задавали вопрос все-таки о применении технологии и так далее, и будем тесно взаимодействовать с человеком, который подойдет. Потому что есть 12-х километровый мост, один из ярусов, который не задействует. Почему-то, например, нашу технологию там не применить. Вот таким вот образом. А я не знаю ли, вот я не могу сказать, кто-то заинтересован или нет. Разные люди есть. Да? Вы помните, были презентации для Челябинска и приезжали представители губернатора Челябинской области и прочее. Поэтому мы двигаемся, мы на месте не стоим. Есть заинтересованность в Восточной Азии и там сейчас идет активное движение. Поэтому, вы знаете, русский долг запрягает, он в росте едет. Поэтому возможно, что через короткий промежуток времени мы узнаем большим количеством адресных проектов, дай бог, чтобы это случилось. Придумывать я ничего не хочу, да и не надо это совсем. Знаете, наша технология и так сама по себе прекрасна и интересна, что довешивать каких-то изюминных там придуманных клубничек сверху на торчке я бы абсолютно не стоит. И вам я не рекомендую. оперировать информацию, которая не подтверждена. Берите информацию официальных источников, доносите ее до своего окружения и будет вам счастье. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы еще? Попрошу Кристину, которая сейчас нас записывает, да, когда я закончу отключить запись, ну и поставить после этого на конвертацию главный вебинар, ну, чтобы могли потом те, кто не смог на ней побывать, посмотреть, приинтересоваться. Спасибо всем, кто говорит спасибо. Спасибо вам за то, что вы с нами. Благодаря таким, как вы, наши технологии шагают по миру. Всем здоровья, любви и денег. Хорошего вечера сегодня. Завтра, кстати, у нас пятница в 13.00. Те, кто готов двигаться вместе с нами, да, развивать партнерскую программу, добро пожаловать на вебинар в 13 часов. Всем отличного вечера. До новых встреч на волнах Скайл и Капиталов.